МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Там, где должны стоять контейнеры для отходов, возводятся дома и магазины. На завещании в Махачкаре обсудили мусорный вопрос. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 4 миллиона рублей. Роспотребнадзора штрафовал дагестанские школы за нарушение санитарных норм. Возраст не помеха для полноценной жизни. В рамках программы «Социальный туризм» подопечные службы соцзащиты населения отправились в Дахадаевский район. В Дагестане площадки предназначены для размещения мусорных контейнеров, распроданные под строительство домов и магазинов. Об этом глава Минприроды Набиулла Карачаев заявил на совещании в Махачкале. По словам министра, главы муниципалитетов на местах должны были подготовить схемы площадок под мусорные контейнеры. Однако никто этого не сделал. Комментируя эти заявления, глава Дагестана заявил, что будет спрашивать за провалы в данной сфере. Я буду разговаривать с главами так, как раньше не разговаривал. Готовьтесь к этому, предупредил Васильев. Карту наших свалок. Их нет в горных районах. На нашей карте. Обратите внимание. Их нет, но они есть. Понимаете, о чем я говорю? Наши ущербы. Серьезнейший вопрос. Роспотребнадзор оштрафовал дагестанские школы на 4 миллиона рублей за нарушение санитарных норм. Основная причина – несвоевременное выполнение ремонтных работ, в том числе систем водоснабжения, канализации и пищеблоков. Наиболее неблагополучная ситуация по организации питания учащихся складывается в начальных школах в основном сельских районов. Ведомство уже направило в суды более 300 исковых заявлений для привлечения виновных лиц к административной ответственности. Школьные расходы в этом году выросли в среднем на 2,5 тысячи рублей по сравнению с прошлым годом. Такие данные предоставляет Росстат. Магазины и рынки полностью готовы к школьному буму, а вот готовы ли родители – вопрос другой. Сколько стоит собрать ребенка в школу в Дагестане? И на чем чаще всего родители пытаются сэкономить, чтобы уложиться в свой бюджет? Все ответы у Патиман Ханаповой. Конец августа для родителей и школьников – это горячая пора подготовки ребенка к учебному сезону. На вешалках красуются детские блузки, пиджаки и рюкзаки. Тетрадки с дневниками аккуратно сложены в стопки. Ассортимент с каждым годом растет, впрочем, как и цена. В этом году средний школьный чек вырос на 2%, по данным Росстата. Но, несмотря на это, девиз некоторых родителей – ни в чем ребенку не отказывать. Признаюсь честно, на школе я не могла экономить. У меня и ребенок один, и сборы в школу всегда как праздник был. К этому мы заранее готовились. На это могло уйти не одна, не две зарплаты, иногда даже три. Портфель всегда брали такой, чтобы осанку ребенку держать было проще. Вместительный, конечно. Что вы в основном тратите на книги? Сейчас на констовары. А на одежду? На одежду уже потратила. И все констовары, и вот только юбка с кустой. Больше остальное все на слизи. То есть вы не экономите абсолютно? Ну, не знаю, я так думаю, что 2015 выйдет. Родители собирают детей в школу по-разному. А значит, итоги денежных затрат тоже будут разниться. Некоторые признаются, что баловать детей не всегда получается. Покупают только самое необходимое. Всегда экономим, потому что книги, все остальное покупаем на сей день. Правда, матч уже девятый класс пойдет. Конечно, уже начали покупать. А на что больше всего уходило денег? На что вы пытались экономить? Честно говоря, на книги. На констовары. На констовары лучше. Даже не констовары, а книги. Ну, конечно, недешево. Вот в среднем сколько вы тратили на одного ребенка, чтобы собрать его? Ну, почти до 10 доходило. А вы пытались на чем-то сэкономить? Ну, не было бы. Например, на чем? Может, на одежде, на констоварах или на книгах? Нет, на книгах нет, конечно. Может, на одежде где-то, чтобы купить уже. Если не в этом месяце, то в следующем. Дорого не всегда качественно. Это признают и продавцы школьных товаров. Поэтому, если ваш бюджет относительно небольшой, то всегда можно найти альтернативный вариант. Ближе к сентябрю, конечно, родители тратятся больше на своего ребенка, нежели чем весь год. Берут весь школьный инвентарь. В принципе, можно закупиться как на 5 тысяч, так и на 15. То есть, каждый родитель сам выбирает, на какую сумму ему закупиться, какого качества, ну, или какой фирмы. Мне кажется, самый дельный совет – это не всегда стоит думать, что цена – это всегда. Ну, то есть, чем выше цена, тем выше качество. Можно и российские фирмы брать спокойно, ну, отечественное производство, и не переживать, что ваш ребенок будет хуже. То есть, все то же самое, только в разных упаковках. На этом не стоит заморачиваться. Единственное, на чем нельзя экономить, по словам экспертов, это учебные тетради и книги. Здесь, если вам важно здоровье вашего ребенка, нужно уделять внимание их качеству. Рабочие тетради, школа России, например, 95% по ним занимаются у нас в регионе, да и по всей России. А вот чем отличается подделка от настоящего? Как это нужно определить? Во-первых, там обложка мягкая, там месяц-два проходит, они вот так скручиваются, а оригиналы, они твердые, и какие-то темы могут не совпасть, там, и бывают такие моменты. И самое главное, вот чернила, там свинец несколько раз превышает норму. А свинец, мы знаем, что это очень вредно для зрения, для здоровья наших детей. Такие тетради, ксерокопии, да, грубо если сказать, для своих детей я бы не взял бы и без фаз. С книгами в этом году, по словам родителей, дела обстоят лучше. Министерство образования обеспечило практически все школы учебниками. Покупают, но все же редко. В этом году, как никогда, было снабжение школ учебниками, но, к сожалению, до всех они не дошли. В этом сезоне мы даже учебники не закупали, думали, что вообще стопроцентное будет снабжение в регионе, но, к сожалению, не до всех они дошли. Иногда спрашивают в учебнике, говорят, до нас не дошли. Но в этом году это намного лучше ситуация, чем в прошлых годах. Сборы ребенка в школу могут быть не такими страшными и затратными, как вы это представляете. Главное в этом деле – правильный подход, отмечают психологи. Если вы подойдете к этому процессу с умом, то ваши нервы останутся целы, а семейный бюджет не так сильно пострадает. Ватимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Отправиться в увлекательное путешествие в горы им не помешали ни возраст, ни болезни. В рамках проекта «Социальный туризм» Министерства труда и соцразвития Дагестана больше десятка пенсионеров отправились в Дахадаевский район. Подробнее об их приключениях в сюжете Карины Баталовой. Дух авантюризма и жажда новых ощущений. Все это, похоже, свойственно не только молодежи. Эти дагестанские пенсионеры-туристы решили посетить исторический памятник Кала-Карейш, средневековую столицу Кайтакского уцмийства. Набибулла Сулейманов здесь не впервые. В молодости объездил весь Дагестан. Желание узнать новое, а потом делиться впечатлениями с внуками – вот что привело Аксакала к святыням древности. Вчера позвонили, вот так едем. Мы, если приехали, я говорю, у меня 80 лет, я говорю, могу. Я сам езжу, не то что в Каракурейш, по всем селениям и районам езжу. Даже езжу в другие селения, в районах. Я был в Цумадинском, Гергебельском. Прослушав историю гида о Карейшитах, пожилые туристы отправляются в следующий пункт – в селение Кубачи. В местном музее их интересует каждый экспонат. Все не случайно, ведь маршрут путешествия пенсионеры выбирали сами. В группе 13 человек. Все подопечные комплексного центра социального обслуживания населения Дахадаевского района. Когда наблюдаешь за ним, очень большая заинтересованность у пожилых людей к этому виду. Поэтому мы на базе отделения дневного пребывания открыли новые технологии социальный туризм. Это довольно интересный проект для пожилых людей, которые не имели возможности путешествовать по своей республике. Сейчас есть возможность посмотреть красоты, достопримечательности родного края. Вместе с тем это дает определенный заряд энергии, бодрости. Вот это и есть как раз то самое продление активного долголетия наших граждан, которое реализуется через национальный проект «Демография». До конца этого года специалисты центра также планируют организовать для своих подопечных социальную туристическую поездку в Дербентскую Джума-мечеть. Карина Баталова, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Дахадаевский район. А в селе Эльбок Цунцинского района открыли мемориал воинам-пограничникам и двум местным жителям, погибшим от рук террористов в 2010 году. В торжественном митинге приняли участие представители руководства муниципального образования, гости из соседних сел, а также военнослужащие и ученики местной школы. Выступавшие говорили о подвиге защитников границы и необходимости воспитания подрастающего поколения на таких примерах доблести и мужества. И о спорте. Боксер Джамбулат Бижамов представит сборную России на юниорском первенстве Европы в Болгарии. Состав национальной команды сегодня утром был объявлен на сборах в Сочи. Бижамов выступит в весовой категории до 75 килограмм, в которой он в мае этого года одержал победу на первенстве страны. Напомним, что в прошлом сезоне подопечный Рашид Бека Ахмедова выиграл мировое первенство и был признан лучшим боксером соревнований. Помимо воспитанника дагестанской спортшколы, на ринг в Софии выйдут еще 9 российских спортсменов. Турнир стартует 2 сентября и продлится неделю. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.